Привет! Сегодня с Анатолием из магазина Жарпарком, главным печным блогером страны, мы едем исправлять чужие ошибки монтажа и устанавливать вот этот в навесной бак с вот этим комплектом для подключения к регистру и увидим, что получится. Поехали! Привет! У нас сегодня будет очень интересная вещь. С вами Анатолий Барыгий, печами и домоходами из интернет-магазина Жарпарком. Ну и Евгений из компании Фарнакс и известнейшая на всю Россию в сибирской части ее команда Тепломонтаж. Сегодня у нас будет достаточно интересный объект. За него взялись послестроители, которые напортачили слегонца. Евгений, в чем напортачили? Напортачили в том, что они начали устанавливать печь, точнее даже установили печь, но не позаботились о правильном расположении дымохода. И у нас дымоход аккуратно упирается в стропиву. В общем, они посмотрели на нее и сказали, что на этом мы прощаемся с вами. До свидания, до новых встреч! Ролик сегодня будет посвящен, надеюсь, двум вещам, что вы сегодня увидите. Первое, это как смонтировать теплообменник вот именно в такой вот сложной ситуации, когда печка стоит посередине бани, а вода горячая нужна не здесь даже, а вот здесь. Ну и сегодня по материалам у нас коллаборация полнейшая. Содружество компании УМК. Это бак УМК настенный. Очень, считаю, приятный. Из нержавеющих с тремя выходами. Давайте посмотрим, что написано. Вангую, что это 439-я. Офигительная нержавейка. И я прав. 439-я. УМК УТК номер 2. Привет сотрудникам УТК номер 2. А печка у нас Сибирь от компании такой? ММК. Чем печь хороша? Тем, что конвектора у нее толстенные. Из очень толстой стали. То есть тут полтора миллиметра. Ну, 1,2 или полтора. То есть я такого не видел. То есть обычно, если бывает такая проблема у людей, что конвектора ржавеют, и прямо они тонкие и выбрасываются, то тут они достаточно долго будут ржавеют. Да, срок службы очень большой. Я первый раз вижу, чтобы конвектора были вот такие толстые. Это мне Евгений подсказал. Мне я это в самом видео. Буду надеяться, что мы сегодня все это затопим, посмотрим. Да, мне бы очень интересно было бы посмотреть, как топится печь Сибирь. Сибирь чугунная. Я смотрел, утопил, все отлично. У нас печь с большим стеклом. Вот еще кладка дойдет до конца. Но если я все правильно понял, то есть были строители, которые наделали делов туда, настроили и сбежали. Это материалы, которые отчасти только нам свойственны. То есть дымоход это не наш, компания Форнас мы его не продаем. Но тем не менее, ребята, наши партнеры, компания Тепломонтаж, они имеют опыт работы абсолютно с любыми производителями и печей, и дымоходов. Поэтому берутся даже за такие, казалось бы, на первый взгляд, сложные вещи. То есть, понятно, что объект был брошен после строителей, которые наделали делов. Но вот сейчас доделываем, исправляем чужие ошибки. Ну, сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. Меня тут, ну, единственное, так вот, что сильно напрягает, что эргономика в парилке не очень удобная, потому что, ну, по-хорошему, она достаточно просторная. То есть тут очень нормально, да? Но вот печка стоит по середине, прямо в парилке. Может, это желание заказчика, чтобы... Скорее всего, да, для доживания заказчика. Потому что я думаю, что здесь он отталкивался не от эргономики в самой парилке, а от удобства... Лицезарезия. Огнем, да, в комнате отдыха. Она довольно большая. Я думаю, что здесь, скорее всего, прямо напротив печи у окна будет стоять стол и будет место для отдыха гостей. Ну, чуть позже, я думаю, мы пообщаемся и с хозяином бани и спросим его, что же здесь предполагается. Да. Мы находимся в Новосибирске, если кто не знает, где мы находимся. Скорее всего, это неотапливаемая баня будет, потому что я не вижу тут теплых полов. Поэтому вот конвекция нерегулируемая, которая вся печь пронзена, пронзенена. О, вот так вот, скажем, тут отверстие, тут отверстие, везде отверстие. Очень даже и не помешает, потому что очень быстро будет набираться горячий воздух в парную. Она будет очень быстро прогреваться. Проделки, опять же, монтажников. Печь как бы свисает. Не довели тут вот это вот. Вот, немного плитки пожатничали. Да. Вот. Вот здесь вот щели находятся, в которые засасывается воздух. В общем, кто-то может сказать, ну и будет отчасти прав, сняли бы вы кожух и обложили бы чугунную печь кирпичом. Но пока этого делать не будут. Блин, вот солидная такая конструкция. В общем, ладно, короче, как монтаж начнется, начнем снимать дальше. Посмотрим, как все будет и будет ли горячая вода. И как главное поставить вот это вот. Вот это, я знаю, надо под наклоном вот так вот, потом вот так вот, это вот так вот. Ладно, что-то монтажники объяснят. Что сейчас будет происходить? Сейчас будем пиливать специальные подставки от ту балку, которую будем убирать. А мы не уж ту балку будем убирать? Ну, частично, да, будем срезать и вот из-за нее делаем. А не дымоходом вот так как-нибудь обходить? Нет, в данном случае вот балку будем убирать. А выдержат все? Да, конечно. Давайте оценим масштаб проблемы. Вот проходной узел, а вот пучок стропил. Я прямо даже не знаю, как это все будет выглядеть. И я вот, увидя это, если бы я был монтажником, я бы отказался. Ну, ребята, взялись. Тоже полез. Ну, что ты скажешь? Как тебе масштаб? Ну, ничего печального особо нет. То есть, обычная рабочая ситуация, когда внезапно, проделывая одно отверстие, пытаешься сделать другое, а оно находится в промеж. А вот принесли как раз усилители. Аккуратней. Ох. Это для того, закрыли, чтобы не сыпался мусор на печку. Правильно? На печку и в прохожем. В дальнейшем пришлось его чистить. Ну, и как бы опилки негативно сказывать. Потому что, что бы мне шуруповер дать? Какие культурные монтажники. Нет, биты есть, все есть. О, и все. Как родная стала. То есть, ты наискосок сейчас будешь самореза вкручивать, правильно? Сейчас мы ее фиксируем, чтобы она никуда не убежала. Я ему точно не даденусь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот теперь она никуда не денется, можно смело срезать. И теперь будет вырезаться кусок из доски, который ты прикрутил. Да, я сейчас срезал основную вот эту вот балку и обрешет тебе штуки, которые мешают. Ну, и сразу подготовить, чтобы выйти в кровлю. Славно! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дальше выпиливается обрешетка. Субтитры сделал DimaTorzok как она меня уже о а дальше будет кровля размечаться правильно вырезаться и дымоход ставится собственно больше усилений никаких не будет а каким образом будет термозащита сделано здесь порядка 30 сантиметров уже учитывая в чердаке сэндвич картоном защитим дополнительно понятно то есть тут расстояние большое все понял больше сюда я возвращаться не буду потому что как ставить дымоход видео до куча вот как вырезать косяки строителей вот это вот было интересно я считаю ну что а теперь посмотрим как делать воду в смежном помещении а сейчас сейчас мы увидим как грамотно и правильно по новосибирске сделать монтаж теплообменника к навесному баку в соседней комнате же помывочной 47 чтобы не ты не высоко пробивали 47 сантиметров это у нас будет нижний фитинг сантиметров к нему подключиться надо еще сантиметров на 10 ниже сделать вот здесь давай у нас будет выходить поэтому сейчас и кидай вот по этому уровне это у нас будет выходить там это въехать подъем под наклоном здесь делать его ну давай опять же сантиметров на 5 делаем ниже здесь на всякий случай 46 40 да здесь получается вот эти две отметки то есть вот это выход фитинга крестик а две полосочки два минуса здесь место будет подключения в баку то есть это на расстоянии для того чтобы выход и подключиться прям метропроходчики не вышли вытаскивай да как раз красавчики вам прям в метрострой надо так сверло потоньше смотри вышел чуть в глаз не попал вот так вот господа нижняя плоскость вот так вот ровно по центру центр центр оси так это это не давай ниже чтобы верхник я его по центру тонн вот а в в в в мне тут вообще удобно будет на жвачку прям как нацмотрщик конечно руки брюки нет все хуже хорошо что вы не видите ниже по нижней части ты со своим ростом вы бы нам прекрасно поможет так только сверлить не заставлять а то пальца ну и поделитесь денежками потом после монтажа за мою работу так что делать разметились там анатолий ты нам будешь помощником если ты увидишь конечно буду помощником ну смотри надо будет держите вместо стойка снимаешь отец работа русской демократии выше ниже крепления смотреть теперь я должен вот здесь ну то есть уже когда она сядет повесить ниже вот так будет чуть чуть левее чуть чуть левее подожди не вещь все видишь нет ну все все вот так вот все первое отверстие дальше уже дальше все нормально и все хорошо хорошо я даже подустал жрать захотелось попить что нибудь пойдем анатолий пошавухи пока с тобой заплатим пошавухи нет все самое интересное просмотрим как сверлить можно же без конца смотреть как люди других людей парят и как работают шерлом 45 между отверстиями да ничего мерить не надо ты почти попал ну вот я и говорю что это вот почти и ловили бы потом до следующей весны ой можно я просверлю а можно я дырочку просверлил а то я не могу уже смотреть как люди работают а я как оно вот так вот монтажника блогер меняется местами все только закручивать крестик и чуть-чуть отлично крутим и крутим только давим так крутим и давим не до конца еще 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 дави 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 еще 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 хорош хорош вы поняли у кого по труду двоечка ну вот помог все теперь с вас немножко денежек перечитается вообще такое настроение даже поднялось поработал на славу так давай тут цепляй есть куда на меня все ну вот проверим ну прям даже соосность соблюдена так промахнулся я выше вижу во а ее надо будет подогнуть чтобы он догрался ну пока так то есть ее надо там усики подогнуть надо а вот эти вот штуки есть что сейчас будет интересно соединение пилка распилка так то есть ты смазала дальше она как по маслу пойдет нет вот еще прокладывается лен а это что такое чуть не боли во владенчестве сорян так пульзоров это нужно для того чтобы сделать демническое соединение это уже сантехника идет это уже в них части дымоходных в них пожарных сантехнические А что это за вазелин? Покажи, пожалуйста, упаковочку. Сантехпаста. Уж многие зрители такие же, как я. На самом деле можно использовать герметик водостойкий. Так же с огном эффект будет одинаковый. О, а это я знаю, ты у кого-то шиньон спер. Это же волосы искусственные от куклы, что ли? Борисовна Пугачева. Так, я пойду там купить. Давай. А что это за штука? Это лен? Обычный? Обычный. Из рубашки, грубо говоря. Ну, можно сказать так. Так. Слушай, какая благодать. А это все температура выдерживает? Да. Температуру это себя уже зарекомендовало. Слушай, а я видел, еще встречается сантехническая нить какая-то, что ли, белого цвета такая катушечка, лента. Да. Но мы в жрагохолодницей не видеть. Более, скажем так, привыкли к данному варианту. То есть вы традиционалисты дедовских методик придерживаетесь? Да. Консерваторы. Консерваторами, а окна-то в Европу пилите. И так же пойдет на всех остальных двух. Ну, когда намотаем, тогда намотаем. Такой типа Анатолий тоже намотает. Нет, я не намотаю. Жень, хочешь ты помотать? Нет, спасибо большое. Ну, я лучше погаблюсь, да? Не доверюсь. Погулякиваю в телефон. Не доверюсь. А, то есть это то, за что можно по шапке получить. Ну, потом, когда будем проверять, в этом месте будет, конечно, течь. Время происходит то же самое с теплоотменником. Но тут руки покрепче будут, тут прямо без железяки, без вот этой вот. Прям все руками, раз, раз, раз. А теплоотменник, он прокручивается, то есть он не зафиксирован еще. Пока нет. Логично. То есть до, до первой протопки он будет шевелиться. А так потом герметик схватится. Пипец, он у тебя руки как у кузнеца, реально. Ты прямо вообще красавел. Ну, куда их попробовать сделать? Нет, он вообще просто так может. Вообще офигенно схватился. Красавчик. В машину, когда переобувает, с гаек стружка летит. Руками ее заворачивает. Да я вижу, монстр. Все равно причем протянет. Вот так вот, неспортивно это думал-то все. Наша задача будет надежно. А прям хорошо скал. Типломонтаж. Наша задача строить надежно. Как в 90-х рекламе. Что за трубу используете? Это валита. Нержавеющая труба. Которую нужно гнуть, как хочешь. В общем, втруг я тебя сгибну. Да. Согнусь. И она как-то там обжимается что ли? Или прям сразу втыкается? Сразу втыкается, то соединение оно подняет. А как это соединение по науке называется, чтобы в интернете позырили зрителя? Оооо. Это хороший вопрос по науке. Вообще, это фитинги для... За два пальца влезают. А внутри там... И надписи клинописные. Ловита. И тут цифра выбита. Там правую пушку Могола делают. Нет. Обрежалась. А пока же, как соединяется. Да, конечно. Ну-ка, ну-ка. Так. Ну, мы начнем, наверное... Да, мы начнем оттуда. Оттуда? Угу. Ну, чтобы не продевать много здесь. Давай я ей подам. А здесь, понимаешь, легче загнуть здесь, чтобы потом откнуть. Вот, заткнем. Проделем отсюда. Там пройдем, здесь пройдем. Так. Упакай. Ага, идет. Жень, чуть выше. Левее. А, правее, 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 правее. Ага, пошел. Еще. Аккуратно. Стой. Стой, не дави. Повернув? Потихоньку дави. Потихоньку. Прокручивай. Прокручивай, ага. Еще маленько. Хорош? Ха? Хорош. Ну, все, там подсоединяй. Ух. Хех. 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 Ты только подсоединяй, тогда я замерю, чтобы нижнюю эту сторону. А как же ее гнуть-то? Она же пальцами не гнется. Ну, пальцами нет. Инструментом хранил. Хренасит технология. Ну, ребята, если бы у меня на канале мне наконец-бы донат включили, я уже давно прошу YouTube о донате. Вот за такой я бы донат попросил бы, как монтировать вот так вот. С помощью всего лишь на всего гаечки. Пойдем. 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 Охренеть. Охренеть. Пойдем. 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 вот это вот гофра на как бы есть и резьба что ли уплотнитель вот это вот соединение обжимается как-то закручивается вот буду вот это делали и обжимает я давно всем говорю надо домоходные трубы не в раз труб и не юбочкой делать а с резьбой чтобы поставил одну трубу накрутил другу вообще вот господа домоходчики учитесь согласен я воздержусь от комментариев но в принципе дабы не навлечь на себя беда гнев двоходов который я продаю но мне вообще пофигу я человек такой немного юродливый что думаю то и говорю так лучше происходит что-то мне кажется подрезать надо или же она по стене будет проходить минутку можно может к стене она прижиматься будет и потом сюда изгибаться или нет ну я здесь не сделала сейчас вагонку все будет вот так вообще к стене ее можно при на эти на соединение для пластиковых труб да у можно понял в больше 100 градусов все равно температуры то есть если кто-то не понял просто я предлагаю привернуть вот эту вот штуку к стене вот этими выходами и изначально так вот здесь вот шов он станет сильно заметен вот здесь вот видимый то есть хозяин спорил куда соединили как бы два оптимальных возможных вариантов понял вопросов не имею обрезали и присоединяем муж руками как обычно именно не затягиваем сильно не надо они потечет резинку перейдет резинка наверно старопласта силикон силикон ну так вот достаточно не потечет а улитки да есть сейчас в общем схему понятно вот это вот сейчас очень важное дело делает нижняя точка у нас находится прям вот внимательно посмотрите о чем речь вот в этом месте будет она должна быть в этом месте чтобы она точно так как это на резинку на жвачку вот здесь вот так будет самая нижняя . что был слив воды в зимнее время чтобы вода не оставалась теплообменники не перемерзала то есть нигде не в трубах нигде не должно быть воды господа и дама и для этого должна быть самая нижняя . в этой самой нижней точке должен быть установлен вентиль краником вот это вот вентиль что из него потечет из него почет горячая вода из бака то есть мы будем соединяться вот отсюда водится здесь заточек в дальнейшем будет проводить холодную воду тоже здесь я думаю что было горячих вода в одном месте а заливаться будет повторю все с потолка там будут трубы еще один момент как сделать самую нижнюю точку вот одной рукой сюда другой сюда и вот эта вот вещь выгибается туда вниз на самом деле . нижней не обязательно должна находиться именно в баке то есть на выносной части она может также находиться в порядке то есть в зависимости от типа бани то есть обычно здесь бывают кирпичные стены и вот в этом небольшом промежутке устанавливается вот этот нижний сливной кран он менее заметен более удобен скажем так для слива менее забывчив более будет понятно так на любой точке можно а скажи пожалуйста а можно ли вот эти трубы спрятать то есть допустим провести их под то есть за вагонкой за вагонкой безусловно можно был такой интересный монтаж то есть стояла печка в париночка была маленькая помещение плюс бассейн был очень большой бассейн и нам приходилось тянуть от водообменника протягивать в районе 10 метров по всему периметру за вагонкой вот так вот выводить сливные краны в другое помещение абсолютно то есть это больше десяти метров то есть вот по этим да то есть соблюдался угол 1 поднимали и постепенно потихоньку подымали и зимой все нормально еще там зимой все нормально то но вот проблематично было в плане горячей горячей вода достаточно долго нагревалась дольше то есть чем чем больше чем дальше выносной бак от теплообменника тем дольше он нагревается даже так те чем длиннее вот этот магистраль тема бак медленнее нагревается чем она ближе тем быстрее я думаю здесь бак будет кипеть в течение часа двадцати где-то так вот он уже закипит из своего как быть может быть и не обязательно то есть может расстояние там три-четыре метра быть если позволяет высота как бы ну и конструктивные возможности если верхний патрубок идет по 30 градусным наклоном вверх то есть все условия для этого соблюдены то есть особо большая разница во времени не будет то есть если все условия соблюдены правильно сейчас сделано все что касается воды вот эта часть идет вверх все время вверх вверх и вверх вот это идет вниз 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 и вниз сейчас идет налить по крошка процент налить и дальнейшем будет подведена вода так значит вот сюда идет горячая вода правильно самая верхняя . вот это забор воды слив горячей воды вот это отдает обратно воду в теплоотменник вот это самая нижняя . вообще какая только может быть в ней установлен слив ну и сейчас зачем заливают воду ковшом в целях проверить не течет ли из каких питингов все сухо 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 и тут все сухо вопрос зачем затопим затем чтобы при нагреве посмотреть не будет ли здесь нигде протечек это тоже очень важно давайте же Отжигать. Отжигать. Слышь, нам так. Там подключается? Да. Ничего, не буду загореть. Опа! Вы, кстати, там чай не запили еще. Да. Ну, обозревать печку не буду. Я уже обозревал, когда мы ее в кирпич заложили. Печка хорошая, годная. Ну, единственное, что не хватает, это паровую пушку сделать. Ну, это уже самостоятельно, без нас. Для получения пара с нижнего ряда камней. Наровато есть? Подложить тут за что-нибудь. Да вам положили, там уже немножко других есть. Так совсем мало. Я бы много не хотела. Пока сейчас сказал, много не надо. Он тоже собирается вот так уезжать. На самом деле, даже этого будет достаточно, чтобы циркуляция началась с воды. Да? Я не знаю, ты лучше меня знаешь. Ну, окей. Все, тогда пойдем попивать чай и вернемся посмотреть, не копается ли вода. Ух ты, ух ты! Прошло всего лишь минут 5-7. Вот такое вот маленькое количество дров. И знаете, что произошло? Вот это вот труба теплая, реально теплая. А вот это ледяная. То есть уже прошел, пошел процесс циркуляции. И давайте смотреть, проверять. Все сухо. Все сухо. Ну, это вот стекает отсюда, но здесь по ней ничего не течет. Здесь тоже она просто намокла. Тут вот все сухо. Все сухо. Тоже норм. Тоже норм. Если бы что-то было не норм, уже бы покапало. Тут тоже все норм. Хах. Класс. Вот. Вот. Хорошая, значит, труба. Ребята, рука стая. Что ж, пришло время прощаться. Все увидели сами. И низкий, как сказать, от вас им поклон до земли. Вы увидели, как смонтировать дымоход так, чтобы косяки строителей убрать. И чтобы вот можно было бы поставить дымоход. И вы увидели, как, собственно говоря, монтируется правильно теплоотменник и бак. Мы сумели поженить теплого Исухова и его МК. Вот. Ну, спасибо. Тебе спасибо, что привез. Показал все. Благодарствую. Благодарочка. Тебе спасибо за научное объяснение. Тебе спасибо тоже за науку. Век живи, век учись. Но если вы в Новосибирске, пишите, звоните. Все. На этом все. Лайса. Красную кнопку подписаться. И с вами был Анатолий. Лайса. 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 КОНЕЦ 용ен. Эй! Эй! Эй!